казалось бы что такое губка губа губа и легко не очень-то и легко показать что будет с глазами я еще не представляю так значит делаем наверное надо по высоте таки нарастить потому что вот губа вот нос будет сюда стекать сейчас сюда наверно подставлю высоты сделаю высоту высоту свечи на из другого цвета которого мне не жалко цвет конечно красивый но в данном случае не очень необходимо вот еще кусочек и валяю высоту наращу свечи потом надо будет закрыть ее подходящим цветом высота у нас теперь будет вот меня будет такая чтобы хватило значит что будет губа здесь будет ваще нас чистую такая интересная задача кажется придумала как надо делать эти складки наверно их не видеть не тоненькими надо этими делами просто просто делать вот такой тон как живописи маслом то есть что сначала начинаем с фона получается на фоне на темном проявится линии складок сначала темный фон приваляем а потом на этом фоне будем выкатывать складки и морщинки наверно будет так задачка еще то так это будет это мне надо оформить уплотнить оформить и уплотнить чтобы она более объемная так что у нас как определить какая миша как а больше ты-то выше то наверно крупнее это короче для более мелких деталей так сначала да наверное надо так делать методом исключения на темном фоне наносить светлый и уже многократным тыканьем проявлять темные морщинки наверно так сейчас попробую как белая губа белая губа еще темная Наверное надо сделать тюмный фон. Так. Усправлять. Просто сделать такой фон под губой. Потом на него уже накладывать светлая шерсть. И проявится тень и морщинки. Наверное так будет проще проявляться объем этих наплывов, морщинок. Сейчас попробую. Мне торопиться некуда. Получится видео длинное, но я же его потом для вас ускорю. Сама буду смотреть. Наверное не в ускоренном темпе. Со своими комментариями. Так интересно себя со стороны смотреть. Собственно. Так. Это тоже очень интересное занятие. Будет вот такой высоты. А если тут я тоже еще наращу. Так. Это место для губы будет. Пока что место. Пока это не губа. на нее будет наплывать нос. И там еще глаза. Очень интересная история. Создание таких вещей. Ну, еще надо. Ну, еще надо. Так. Маленькая. Для таких крупных стежков нужно побольше. Так. Так. Уже начинаю чувствовать материал. Это знаменательно. Так. Теперь. Так. Губку. Прикатаем. Говорят. Раскатал губу. А мы прикатаем. Вот. Прикатаем губу. И. Ой. Как интересно. Вот так. И. И. Здесь надо будет закрыть. Вот это вообще. Все-таки она у меня получится. Я хотела поменьше сделать, чем оригинал. А чем меньше, тем сложнее, оказывается. Надо. Вот. Правильно говорят. И в живописи тоже. Чем меньше картина, тем сложнее, тем больше мастерства художника. А я раньше думала, и многие, кто не причастен к живописи, изначально не знают, что большую картину на большом полотне, на огромном, писать проще, чем маленькую миниатюру или маленький холстик. Так же получается и с валянием. Оказалось, то, что я начала в маленьком варианте, приходится укрупнять, чтобы суметь сделать вот эти детали. Нос, губы, морщинки. А как глаза? Еще до глаз дойду. Дойду. Ну, это, наверное, в последнюю очередь глаза буду делать. Как и в картинах глаза пишут в последнюю очередь. Потому что если их написать, она же становится живой. И уже потом она очень сложно с ней общаться, а у нее свой характер, и она управляет художником. Так что надо. Получается, что такие вещи, если мастер скажет... Ну да, ну да, скажет ученик. Ага. А когда доходит до дела, действительно... Слова мастера, это получается, что это откровение, до которого должен каждый дойти сам. Потому что... Просто слова не воспринимаются. Вот опыт. Как мне эту губку прикатать? Она раскатала свою губу очень большую и широкую. Теперь ее надо прикатать и уплотнить. Сама не знаю. Как я делаю? Что я делаю? Так, вот. Губа. И наплывающая на ней это. А снизу еще вот это надо все... Обложить. Нет, не тем, чем вы подумали, а другим цветом. Просто закрыть зеленый тон. Под цвет воска, чтобы было у нас. Пока так. Пока так. Наметаю. Пока наметываю. и очень тщательно буду уплотнять, конкретизировать. Так. Ничего. Получается. Ухи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Буду я это дело продолжать. Мне это очень нравится. Сейчас еще положу. Хорошо. Хорошо, что у меня в запасе много шерсти. Когда-то я чувствовала, знала, что мне пригодится. Но не было у меня времени заниматься. Ваньку валять никогда была. И сейчас наконец-то моя жизнь привела меня к тому, что уже можно заниматься развлечениями и осуществлять мечты своей молодости. Молодости, как говорится, потому что в молодости все время работать приходилось, деньги зарабатывать. Это и некогда было особо развлекаться. А сейчас это прямо такое я себе нашла, вспомнила в своих мечтах. Так, главное, что я еще и заготовила для этого все орудия, все приспособления. это у меня теперь будет свисать как бы эта губа и дальше пойдет свисать еще вот здесь надо наращивать. Наращивать 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 чтобы сильно много надо тут не уплотнять просто сделать объем очень много шерсти не использовать он сделаем такой легкий объемчик и потом уже на нем буду сооружать вот такая вот оплывшая свеча ху 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 так губа теперь я могу так сначала более уточнить форму поняла 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...